семья народ с вами сильвиас сегодня будет обзор на одну очень классную замечательную интересную и довольно казуальную игру в которой можно будет просто расслабиться позаниматься различными активностями внутри этой игры благо не реализованы просто сногсшибательно и честно говоря от меня большой респект разрабам я играю в онлайн игры и просто игры почти всю свою жизнь как многие из вас но я непосредственно заостряюсь на многих проектах которые играл по типу варкрафта ммошки или различные соло игры но короче суть в том что многое из того что здесь есть я уже видел и многое не видел но разработчики конкретно этой игры смогли совместить настолько классные вещи которые конкретно мне нравятся может быть они понравятся и вам что получилось такая знаете человая местная деревушечка что ли это как твой родной район в который ты приезжаешь и типа там как бы ничего не меняется там все такое знаете ну уже старенькая уже всех знаешь все знакомые там на улице да условно если мы возьмем наши подростковые моменты так вот только ты чувствуешь себя там как дома вот ты пришел у тебя все под рукой ты знаешь в каком магазинчике у тебя продается вкусняшка ты знаешь что вот в этом подъезде живет твой друг вот палия это примерно такое место это игра в которой нету конечной цели эта игра где не нужно соревноваться с людьми за какие-то ресурсы потому что ресурсы здесь общие об этом и обо всем многом другом про эту игру я постараюсь вам сегодня поведать сразу говорю для тех кому не нравятся игры без соревновательности без гринда где не нужно будет выходить в топ можете даже не смотреть обзор это игра исключительно тех кто хочет почилить отвлечься от своих потных mmo rpg или ммм в counter strike и просто позалипать в условную веселую ферму 3.0 обзор на палию поехали и так прежде всего стоит сказать что палия сейчас находится в бета-тестирование и разработчики заявляют что прогресс бета-теста перейдет на релиз что это значит значит что вы можете начать уже сейчас играть и развиваться строится охотиться добывать руду качать левелы и так далее для того чтобы в будущем когда игра релизница иметь все нужное для того чтобы врываться в новые патчи так как патчи добавляются здесь регулярно добавляется регулярная сюжетка добавляются регулярные какие-то новые профессии новые фишечки приколюхи и так далее поэтому не стесняемся играть на бт мы довольно много в эту игру уже времени потратили меня вообще в нее завлекла девчуле из нашего комьюнити и я вначале настроен был скептически потому что следил за этой игрой издалека на расстоянии видел при релиза и видел даты и прочее но решил попробовать сам и вот из этого вышел этот обзор направленность игры такова вы короче находитесь в определенном мире у вас есть различные локации пока что на данный момент их две и есть различные роды занятий у вас есть охота у вас есть добывание руды добывание дерева у вас есть крафт фурнитуры у вас есть газ ринг собирание у вас есть гарденинг это по сути садоводство у вас есть постройка домов у вас есть исследование территорий полноценная потому что по территории раскиданы сундуки со всякими ништяками у вас есть огромная ну не огромная ладно большая локация многоуровневая по которой можно лазить у вас есть различные виды букашек всяких которых тоже можно ловить это не является охотой охота это олени или различные чапы виде кратолисов которые здесь есть кратолиса брундуков наверное в общем сами решайте как это назвать вот у вас есть примечательно очень интересная тема город в котором условно происходит основное действие то есть в этом городе конкретно есть отличные от друга друга NPC с различной историей у каждого свои какие-то приколюхи кто-то отвечает за охоту кто-то заготовку кто-то кузнец кто-то может быть допустим плетет какие-то штуки из бамбука или соломы для того чтобы продавать фурнитуру так вот все эти NPC живут своей жизнью буквально вы можете не найти их на их рабочем месте допустим чувак который продает руду может не быть на своем месте он может пойти на пикник его нужно будет искать другом месте разумеется они все отображаются на карте и они ходят по локациям с каждым из NPC у вас будет прогрессия ему можно будет дарить подарки зависимости от его рода деятельности с ним можно будет вести дружбу и даже типа заводить отношения пока что мы этого не пробовали но звучит интересно суть такова что каждая профессия которая назвала ранее привязана к определенному NPC из-за повышения левела этой профессии вы будете открывать у него различные рецепты за золото различные какие-то если мы возьмем например рубку дерева это будут станки для обработки дерева это будут улучшенные топоры которые позволят вам копать все новые и новые виды деревьев а деревьев здесь видов как минимум шесть штук руды здесь пять различные с рудокопсом то же самое то есть по сути вы просто прогрессируете в своих делах в виде рудокопства древокопства ловли животных охота и так далее улучшаете свои инструменты для того чтобы копать все новые и новые ресурсы в свою очередь эти новые ресурсы будут давать вам различные возможности такие как постройка больших домов маленьких домов изготовление огромнейшего вида фурнитуры которая может ставиться в дом вы можете здесь обставиться просто как хотите если вам так угодно можем называть эту игру sims на максималках вот и отличительной особенностью конкретно этой игры как я уже сказал это отсутствие соревновательности что это значит это значит что вы можете собраться с друзьями и пойти фармить руду если человек хотя бы разочек ударит по руде но разумеется у него должен быть нужный инструмент для того чтобы копать данный вид руды дерево там или например выстрелит в оленя то он за убийство оленя в скобку руды со срубленное дерево за поднятый листочек за приготовленную еду получит не только опыт но и ресурсы эта игра это то чего не хватает во многих мм социализация которая выходит на второй план и она является главенствующей здесь здесь нужно будет объединяться с друзьями и готовить еду потому что к примеру ну вот сейчас я вам просто буквально продемонстрирую ролик когда мы готовили первый свой стейк условный в игре и это блин интересно соответственно из всего этого вытекает то что здесь нужно во первых развивать свои отношения с игроками потому что игроки могут делиться с вами ресурсами они могут позвать вас готовить к себе и за приготовленные какие-то штучки плюшки вы будете получать опыт в готовку рецептов здесь очень много так помимо этого если вы помогали с готовкой то есть вам не обязательно вкладывать ресурс вы можете что-то порезать вы можете что-то выпечь так как у нас есть в этой игре различные станки на которые готовятся еда допустим там духовка станция для нарезки станция для микса различных штуковин там специи и так далее если вы принимаете участие в этой готовке вы получаете полное блюдо как и все это мотивирует людей собираться вместе проводить время в этом довольно таки кстати красивом мире и заниматься чем-то совместно то есть это не соло игра где ты видишь редкую руду и ты такой ой блин надо вскопать надо побежать просто срочно вскопать в моему я вот вижу редкую руду у меня все у меня отрубается мозг у меня включается охотничий инстинкт не надо вскопать эту руду здесь люди реально пишут в чат чупать чуваки редкая руда приходите вот здесь находится будем копать вместе то же самое с деревьями то же самое с мобами то же самое с квестами это максимально френдлинг для мечт для новичков игра а длине новичков это развлекуха в виде того что вы можете позвать огромную толпу в свой крутеец крутецкий дом который вы обставили просто топовой мебелью и вместе приготовить еду максимальный чил вам обеспечен залетать эту игру советую не в соло а с несколькими друзьями потому что здесь как минимум надо заниматься разными вещами по-хорошему выпустить по этой игре гайды если у вас будет интерес я буду их выпускать потому что мы уже довольно далеко по прогрессии улетели но это максимально затягивает то есть вот конкретно направленность как я уже сказал у игры и и нет но мы будем рассматривать ее как тайм киллер в котором просто интересно играть и в случае если вам надоест ваш прогресс никуда не денется вы точно так же можете просто оставить свой дом элементарно и ждать каких-то новых дополнений буквально на днях вышло новое дополнение с новой локацией который будет тестироваться новая сюжетная линия а я еще даже предыдущую не прошел не все гладко но плюсы здесь крутая оптимизация то есть очень немного требуется для этой игры по моему она существует только на пока на мобилке и и нету вот здесь из плюсов это донат да как казалось бы типа донат это плюс да донат это плюс потому что за донат вы можете купить только костюмы только эти костюмы и разумеется купить их можно на сайте ки постоянном спонсоре моего канала что ж пожалуй начнем обзор самого очевидного интерфейса геймплея и фишечки о которых стоит знать ну во первых разумеется у нас условно открытый мир то есть у нас локации делятся на места вот первый город за дверью прогрузки второй город здоровенный 2 территория ваш дом в который можно зайти различные шахты шрайны и про которые буду рассказывать позже и так далее как я уже и говорил обратите внимание на карту нпс могут собираться в определенных местах сейчас они примеру в таверне собрались видимо пожрать и вы можете найти всех их вместе чувак например который отвечает за сельскую всякую штуку за посадку тусит там со своими девчонками мужик который модный джелл мужик который отвечает за внешку просто там черед в соло с рэдом рэд это чувак который отвечает за кухню и так далее вот хася на охоту собрался то есть нпс живут своей жизнью у них у каждого есть офигительные истории и с ними со всеми можно болтать выполнять квест и в целом в этой игре довольно интересная сюжетка сейчас многие скажут блин сильва но типа она на английском но нет есть русификатор и как его поставить я скажу в конце поэтому суть а сложно с английским никаких проблем не будет скачиваешь себе русификатор проходишь балдежную историю интересные диалоги слушаешь и читаешь и в общем то да это круто так вот каждый из этих нпс отвечает за свою профессию за свою какую-то область как я уже сказал хасян к примеру охотник он может продать вам новый лук может продать вам какие-то стрелы крутые трофеи охотничьи зик к примеру отвечает за всякую парфюмерию бижутерию типа но он может вам увеличить сундук и увеличить вместо вашего инвентария ну и так далее ашура отвечает за рубку они тоже он отвечает за кирки ну в общем каждый npc вам в любом случае нужно будет изучать их и можно дарить подарки зарабатывать отношения изначально когда у вас с ними плохие отношения вы ничего у них купить не можете вам нужно с ними поболтать поднять свой навык определенные профессии и так далее с этим будем разбираться позже ну или в целом в принципе не будем потому что это будет спойлером к вашему прохождению и к геймплейному опыту в этой игре по интерфейсу разумеется у вас есть р . р . это выбор определенного типа инвентаря кто вам нужен типа нужно рубить дерево выбираем топор нужно рубить камни выбираем или руду выбираем кирку удочка лук для охоты вот такой вот мешок для ловли мух всяких тяпка чтобы в огороде что-то делать и собственно лейках чтобы поливать это все каждый из этих инструментов привязан к внутренней профессии глянуть ее можно в инвентаре смотрите левелы скилов у нас есть рыбалка за которой отвечает эйнар робот ну и собственно вы можете посмотреть кто за счет отвечает кукинг готовка гарденинг это садоводство майнинг естественное копание всякого дерьма хантинг охота баг качинг ловля жуков фрэйджинг это рубля деревьев и сбор чего-либо с пола то есть тут можно будет собирать всякую траву там грибы и так далее все идет в дом и собственно фунчур мейкинг это изготовление фурнитуры изготовления мебели для вашего дома у вас есть обычный инвентарь каждый слот каждый какой определенный там вот камушек у вас один слот занимает еда и так далее эти слоты можно расширять ни за какой не за донат только за игровую валюту за донат здесь только костюмы аксессуары роман спин это с кем вы будете романситься два штука фишинг аттачмент фишинг боббер и так далее пэт которого можно будет получить за покупку костюма глайдер вы можете глайдить здесь то есть для удобного передвижения разрабы добавили вот такую штуку выносливость она не тратит ее можно будет как хочешь и передвигаться по этому миру замечательно вы получите его почти на старте игры когда выполнить там пару сюжетных квестов вот в чем фишка фишка в том что максимальный ну скажем так максимально адекватно нужный левел профессии это 10 на 10 левеле профессии открываются определенные вещи и пока в эту профессию а пэте вы можете изучать скиллы рецепты улучшать свои оружие орудия труда так скажем то есть взять более крутой лук или более крутой топор или кирку потому что каждый левел привязан к определенному типу то есть начале вы там можете рубить сначала маленькие деревья и кустики потом средние деревья потом крутые деревья потом мифические деревья которые светятся и так далее с топором то же самое с удочкой то же самое с луком то же самое с тяпкой ну тяпка попроще тяпка просто будет копать больше лейка будет поливать большую область и так далее собственно это было бы все глупо если бы не было привязано к чему-либо это я имею ввиду то что вот вы развиваетесь у вас как бы это все развитие но не как быстрее не пойдет нет у нас есть общий левел персонажа который комбинирует суммарную вашу эффективность всякой вот фигни у нас есть такая интересная штука как фокус фокус это штука которая привязана к еде то есть когда вы хаваете для этого важно готовить еду они я чуть позже расскажу когда вы хаваете вы понимаете себе фокус так вот когда у вас есть фокус все занятия вплоть до готовки ну вернее начиная от готовки заканчивая рыбалкой при собственно этом действии будут давать вам дополнительный опыт в эту профессию то бишь нам необходимо жрать и просто ради вот ну вот ради интереса показываю вам первые эмоции приготовки стейка так ну пойдем стейки попробуем все что надо итак печки нужно испечь будет багет у тебя красное мясо есть мейк блять чего а ты режешь да а в печке что надо сделать бэйк а бэйсик доу бля нифига так это ма а здесь миксануть еще надо преб бэйсик доу окей я делаю пока скалкой но и успеем в любом случае так раз два три пять шесть окей доу есть теперь миксуем это с охренеть это мы типа офигеть ари типа с маслом ёба-боба так это мы взяли теперь короче надо испечь доу печку ставлю на десять секунд охренеть ну да это прикольно сделано так забираем и типа воде от ингредиент а это что такое подкидывать просто держишь а а до кружочка не дойдет и отпускаешь бля нифига это сложно да это сложно оп так забираем нифига смотри оп 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 запашок забирай так стик диннер блин прикольно вот собственно и как бы готовка здесь это далеко не самое интересное что есть тут все профессии они плюс-минус интересно реализованы это не заставит вас скучать заставит вас улучшать свои какие-то инструменты гриндить грейдиться и так далее теперь по поводу фокуса у фокуса есть лимит который увеличивается и также увеличивается процент получения опыт за фокус по сюжетной линии вы будете изучать но в спойлер ну у вас на локации на первой есть два шрайна один драгон шрайн второй феникс шрайн по сути вон там внутри так вот драгон шайн увеличивает количество вашего фокуса суммарная феникс шайн увеличивает суммарная плюс копыту от этого фокуса и тратится на это улучшение валюта которая называется реноун реноун это штука которую получаете за все за разговоры с мобами вашими нпс то есть вам в идеале каждый день пробегать по деревне получать эти разговоры получать реноун за левел новой добычи за допустим выкопанную руду новую которая для вас будет новая за торговлю за обмен заготовку все что в игре делается оно делается ну собственно вот таким вот образом и этот реноун также будет тратиться на вашу домашнюю территорию про нее расскажу позже сам город представляет собой ну типа обычный город в котором есть вендоры и лавки этих вендоров ну торговцы да вот например дом в котором заведует тиш к примеру здесь каждый день выставляется фурнитура которую можно будет купить то есть если вы ну если вам впадлу типа крафте что то и у вас нет каких-то крутых рецептов здесь также эксклюзив может быть по рецептам я еще чуть расскажу позже но фишка в том что каждый домик здесь в этом городе это по сути магазин за внутриигровую валюту которую вы зарабатываете за голду местную можно будет покупать к примеру мебель вот тут подходите вот нужно вам люстра купили повесили себе в дом не знаю нужно вам какое-то украшение на стену купили повесили там какие шкафы вардробы вот допустим bookshelf кстати очень дорогой bookshelf bellflower это довольно таки одна из топовых вещей которые есть в этой игре и он собственно ассортимент отменяется вы можете покупать себе что хотите если не нравится то что здесь продается заходите в open store сюда и здесь можно к примеру купить обои для вашего дома абсолютно любые какие хотите ну это разумеется не весь ассортимент потому что здесь по факту есть еще и дополнительные штуки которые даются за ачивки и так далее кастомизации здесь просто море локбоксы штуки которые увеличивают вам место в доме абсолютно также есть store со всем что нужно для других профессий например вот лавка зика этот чувак когда его нет на месте в принципе его лавка продает семена для посадки всякой фигни удобрения какули да какие-то масло яйца и так далее все что нужно для готовки и для того чтобы садить что-либо и примечательная к примеру вот у зика есть фишка если вы покупаете у него что-то каждый день он вам на почту присылает коин и вот этот коин вы можете типа потратить вот в эту гачу да даже здесь прикрутили гачу вы тыкаете лаки бокс вам дается такая штучка для гачапона в общем ее открываете в ней может быть что угодно я уже выруливал себе отсюда фурнитуру красивую довольно и прочие штуки ну вот тут например у зика можно будет увеличить свой бэкпак делюкс бэкпак это уже топовый за 50 тысяч ну спойлер ну зарабатывать здесь деньги довольно просто и я бы рассказал вам отличный способ для заработка но не вижу в этом смысла потому что иначе вам не будет интересно играть в дальнейшем я гайды про это выпущу и в общем в каждой таверне вы можете найти себе нужные вещи по сюжету или для того чтобы купить что-то и так далее теперь как взаимодействие с npc и чего с них можно получить ну вот к примеру ашура мужик который отвечает насколько я помню за кирки каждый раз каждый день вы можете подходить к npc шкам говорить с ними вот я с ним говорю бла 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 мне дается плюсик типа то что я с ним поговорил и со временем когда мы с ним долго разговариваем каждый день там чем-то общаемся делимся опять же у вас это все на русском языке будет я играю на английском потому что мне на английском понятно вот и он типа что-то говорит для того чтобы с ним поднять репу можно ему подарить подарок чтобы узнать что он хочет можно тыкнуть на нижний вопросик он скажет что ты хочешь и собственно вот ты ему даришь подарок не знаю вот может тебе надо ну вот камень он не хочет не суть теперь по стору смотрите у вас есть прокачка определенная и каждой профессии привязаны либо какие-то станки либо инструменты так вот прокачка допустим топоринга дереворубки позволяет вам получить станок для обработки этого дерева собственно станок для обработки дерева улучшена то есть он будет быстрее все производить топор стандартный который написано вот видишь can chop medium trees то есть можно будет средние деревья рубить топор который у меня сейчас позволяет рубить медиум и большие деревья а топор топовый эксквизитакс позволяет рубить медиум и большие деревья Он прочнее, наносит больше урона и так далее То есть тут идет прокачка непосредственно вашей обработки дерева и рубки дерева И со всеми другими профессиями аналогично После того, как вы дойдете до девятого левела Вам откроется, например, топор или кирка в профессии с кирками И потом уже идет оверкап For Raging Medals это за то, что вы оверкапом сверх того левела максимального копаете Можете купить себе возможность планки топовые какие-то, да, варить Покупать у него различные вещи, ресурсы редкие Тут их дофига Это могут быть какие-то крутые обои Это может быть, вот эту штуку я бы очень хотел Это, короче, пруд домашний К сожалению, пруд и реку дома вспять повернуть нельзя и на своем участке А вот это вот прямо пруд с карпами То есть у каждого NPC, с которым вы здесь ладите В зависимости от того, что вы хотите Хотите вы, например, заниматься охотой Прокачиваете себе топовый лук Охотитесь на крутых животных Ловите дофига шкуры и шкурой барыжите Хотите копать руду, идете копать руду Хотите деревья рубить, идите рубить деревья Хотите создавать фурнитуру, идите создавайте фурнитуру Все это в этом мире доступно Теперь немножечко подготовки инфы перед тем, как показать вам дом Есть центральный холл, сити холл У него в магазине продаются определенные куски дома То есть средняя комната, маленькая, большая комната, секция Камин можно купить, можно купить вход вот такой, дверь Там беседку, ветряную мельницу, здоровый дом и так далее Все это у себя можно размещать на участке Это надо будет строить, собирать ресурсы Важно понимать Ну, если собираетесь играть, сразу на будущее скажу Вот в рит Эта штука, она позволяет вам открыть небольшую зону дома Я сейчас про это чуть дальше поговорю Их не советую покупать, пока у вас мало ресурсов Тратьте лучше в рит на статую феникса Которая увеличивает вам процент экспы от именно фокуса Потому что чем быстрее вы вкачаетесь, тем больше денег будет получать И тогда вам уже надо будет открывать локацию свою Потому что она изначально маленькая Ну, вам как бы в начале большой дома не нужен Вот, а крафтинг лицензия позволяет дополнительно купить место для одного станка Потому что количество станков у вас в доме изначально ограничено И вот эти штуки позволят вам, ну, типа, сделать у себя такой мини-завод Не знаю, какое там ограничение, но пока что покупать можно Теперь по поводу дома Дом является отдельной локацией Но туда можно приглашать друзей Туда можно приглашать соклановцев Кстати, у нас есть клан, вступайте Молтон Курковай он тут называется Суть в чем? Вы можете либо добежать до этого места To Housing Plot Либо сделать рекол У рекола есть откат, разумеется Нажимаете Return Home Если у вас там сумки забились Пошли там руду копать на другую территорию Бежать лень, нажали рекол И реколитесь к себе домой Сейчас буду объяснять систему, в принципе Домостроение, как она работает И в чем ее фишка Во-первых, как я уже говорил ранее Вы можете делиться своими друзьями ресурсами Если, допустим, готовите вместе Также вы можете в друзьях, в реквестах Либо что-то запросить Того, что у вас нету Кто-то вам это даст Либо своему другу Fulfill request Вот от друзей, к примеру Отдать то, что ему нужно Так дом позволяет максимально жестко социализироваться В плане готовки В плане посадки Потому что вот у нас есть на H интерфейс Домостроение Мы можем, когда к нам заходит друг Вот тут в настройках Дать ему возможность эдитора И он сможет передвигать что-то в вашем доме Сможет дополнительно ставить какие-то вещи Сможет следить за ресурсами К примеру Поливать ваши посадки Вот эти все Сможет помогать вам строить То есть теоретически можно на одном участке играть вдвоем Если вы не хотите свой участок забивать И вам, допустим, супер хочется играть вместе Вы можете строить свой собственный дом на одном участке Минусом и недостатком этой штуки является то, что Пока владелец дома не дома Зайти в его дом вы не сможете В любом случае у вас все общее Кроме ресурсов Которые в сундуках хранятся Но, собственно В дом вы зайти без владельца этого дома не можете Так вот Небольшие объяснения по домостроительной штуке Мало того, что вы здесь можете заниматься Различными посадками То есть у вас вот лейка Вам нужно будет поливать ваши посадки Когда они этого требуют Собирать их Вы сможете там вскапывать определенные куски территории Которую отвели под посадку Для того, чтобы садить на них новые ресурсы У вас здесь будут стоять станки Вы здесь можете строить дом И как это работает? Работает таким образом Как я и говорил Вриты Они открывают Каждый рит открывает Вот по кусочку этой территории То есть в целом Территория у вас довольно здоровая Ее можно будет Забором обнести Как хотите вообще Типа Как ваша фантазия пожелает Посадить деревья То есть это прямо максимально Улучшенная версия симса Вот Дом строится сегментами Можно построить секции Холла Я буду делать вот такой вот дом Прямоугольный Чтобы он был в центре У меня будет холл Собственно Это все, разумеется, покупается Это все требует времени К примеру Чтобы построить вот такую комнату Нужно, во-первых, закинуть в нее определенные ресурсы И подождать 6 часов Ну вот 5-20 осталось На все комнаты одинаково ресурсов требуется Поэтому если вы хотите строить себе прямо здоровый дом Советую, начиная с больших комнат И строить их По поводу дома Как я и рассказывал ранее У нас есть просто хреновая гора Различные фурнитуры Которую вы можете размещать у себя в доме Здесь может быть что угодно Здесь может быть Ну вот, к примеру Здесь у нас станция для готовки Здесь штука для игры там в шахматы Что угодно Можете сделать себе спальню Ну вот, короче, максимально дизайнерская мысль человека раскрывается здесь Да, разумеется, это все надо будет крафтить Это все надо будет изучать Рецепты какие-то добавлять и так далее И со временем ваш дом будет обрастать какими-то редкими ресурсами Допустим, вот эти вот игрушки Это ивент, который скоро пройдет И их никто не заполучит больше То есть чем дольше вы условно играете Тем больше коллекционируете В целом, как я и сказал У игры нету цели, конечно И здесь есть излиш элемент такого Не называть это пескомерством Элемент скорее выпендрежем того Что у тебя есть какая-то эксклюзивная Там какая-то фурнитура и так далее Вот эту, кстати, лампу я у Зика в гачи выролил По поводу хранилища На территории у вас есть сундуки Которые можно будет скрафтить Сторейдж Это доступ только для вас Даже если у вас кто-то в территории прописан Разумеется, этот сундук забивается весом Таких сундуков на территории может быть до 8 То есть вы их ставите 8 Каждый сундук дает 400 веса плюсом Вот такие дела По дому, думаю, понятно Что в вашей душе угодно делайте Рецептов фурнитуры здесь просто хренелиард Сейчас буквально мельком покажу Здесь вот у меня расположены станции Плавилки, в которых вы будете со временем рецепты изучать Штука ткацкий станок Пилилка для дерева, их две Штуки, которые превращают овощи в семена Стеклоплавка Сундук И, собственно, основной крафтовый стол В этом крафтовом столе сейчас нет сортировки Но так как игра в бета-тесте, я думаю, она в дальнейшем будет У вас есть просто, ну вот посмотрите, буквально за 30 часов геймплея Сколько рецептов я изучил Это все то, что я только скрафтил То есть у меня еще там примерно половину не крафчено То есть, как видите, рецептов здесь просто миллиард Это все фурнитура, которая вам может быть понадобится в доме И примечательно то, что при покупке рецепта какого-то типа Допустим, вот холмстит, да Если я ее крафчу, и у меня рецептов из этой линейки нет Он мне на выбор предложит выбрать что-то еще То есть, когда я первый раз, видите, галочка есть Вот тут галочки, допустим, нету Когда я крафчу в первый раз то, чего у меня нет из линейки Он предлагает выбрать рецепты То есть, не всегда обязательно тратится золотом на то, чтобы рецепты эти доставать В общем-то, здесь вы можете играться как хотите Крафтить это все, строить все Но предупреждаю, что есть рецепты прямо с какими-то архидорогими рейтами И выглядят они крайне скудно То, что на картинке как бы один в один Но размер этого вы можете не понять И скрафтить не совсем то, что вам надо с первого раза В общем-то, пока я бегу до определенного места Где ребята собираются сейчас рубить дерево Расскажу, в принципе, про то, что мне нравится здесь Во-первых, как я и говорил ранее, цели нет И нет соревновательности И поэтому здесь очень большое комьюнити Так как это все-таки онлайн игра Оно друг с другом дружит И вот, например, в локации иногда сервера, они разные Вы можете на локацию перейти И вас кинет на определенный типа слой И, собственно, ребята иногда Ну, зачастую Когда видят какой-то редкий ресурс Они пишут об этом в чат И вот сейчас мы с чуваком ищем обозначение Что-то нам про лайтхаус сказали Появилось редкое дерево И, собственно, мы до него бежим Локации здоровые Не всегда обозначение понятно Но ребята реально ждут Когда люди прибегут к ним халповать и рубить дерево Потому что топовые деревья здесь рубятся вместе Он ли вместе И получается Ну, не получится у тебя срубить это дерево в одиночку Поэтому в любом случае Ты вынужден будешь искать кого-то, чтобы это дерево срубить Так вот, это работает со всем Если вам нужен какой-то редкий ресурс И, например, вы его нашли Неплохо было бы написать о том, что вы этот ресурс нашли Просто потому, что другим будет приятно Они срубят его вместе с вами И потом позовут вас так же Вы можете найти каких-то друзей Которые будут фармить эти деревья Или что-то вроде того Суть в том, что Вот они его, кстати, рубят уже, да Суть в том, что комьюнити дружелюбно И вот, к примеру, Витя Они ждут, пока люди придут И мы вместе рубим это дерево Ждем, пока все начнут бить Вот, срубили Все коллективно рубили дерево И вы, собственно, поднимаете полный лут с этого дерева То есть здесь социализация Она располагает делать такие вещи И это выражается во всем Будь то в готовке Допустим, если у вас, как я и говорил Нету ресурсов на готовку каких-то топовых вещей Топовых рецептов Вы можете просто прийти к чуваку домой И помочь ему с готовкой Так как там нужно резать, сервировать Или какие-то такие другие вещи делать Для готовки И получите полностью готовое блюдо Не потратив ни ресурса И это очень круто Во многих играх такого не хватает Именно здесь можно реально зайти почилить В адекватном комьюнити Русских особо здесь не видел Все на английском пишут Но я думаю, что в ближайшее время Может быть, когда игра релизница Запустят какие-нибудь, может быть Локальные сервера в плане Типа ру-сервер Еу-сервер и так далее Пока что здесь все И американцы, и британцы И кого-то только нет Это замечательно И конкретно вот это мне нравится в игре То есть, казалось бы Такая мелочь вроде бы Да, что сбор ресурсов И каких-то там Вещичек Которые, ну вообще Никакой роли не играют Как бы вот вы срубили Это дерево и срубили Но, черт возьми Игру формирует комьюнити И это онлайн игра И тут балдежная комьюнити Даже с учетом ОБТ Я стримивал несколько раз На Твич Палию Заходили абсолютно незнакомые ребята Которые вообще не знают Кто я такой Халповали мне с игрой Рассказывали какие-то моменты Показывали Что делать Какие-то советы давали То есть В эту игру Можно заходить Отдыхать И, честно говоря Для меня Она таким и является Здесь Можно Просто провести весело время Изучить ее И для тех, кому нравится Строительство Сбор ресурсов Даже не особо гринд Потому что гринди Здесь нужно поначалу Когда у тебя мало ресов И тебе нужно собирать все подряд Здесь нужно собирать Какие-то вот лобстеров Открывать их Допустим Жемчужины с них падают Какие-то ракушки И так далее Каждый ресурс Который вы находите на земле Он дает вам Возможность крафтить Что-то более крутое На карте есть куча пасхалок В виде Допустим гейзеров Вот на гейзер становишься Он вот так у тебя выбрасывает Наверх Ты на глайдере летишь На какую-то высоту заходишь Там есть сундуки Которые Можно будет половить За эти сундуки Даются репутационные очки Даются какие-то ресурсы редкие И так далее В общем Мир здесь обширен И это только ОБТ То есть Я конкретно за эту игру Слежу недолго Ну вот К примеру Можно послушать мявку Как ты про поле Вообще узнала? Да блин Я просто с самого начала Когда только-только Ее зарелизили Интересовалась Сколько времени прошло? Я думаю почти год Год с Элиза И сейчас она в АБТ Ну в смысле Когда я только-только Начали создавать Когда были закрыты Бета-тесты Когда только на сайте Можно Предреку было сделать Тогда еще не было Этих Типа подарков За то, что ты друзей зовешь И чем она тебе понравилась? Ну что-то Что-то же ты должно было Нравиться На основании того Что ты играла раньше А, типа Почему я выбрала Что-то супергигачеловое Вместо того Чтобы играть Всякие Гига ММРПД Ну да, да Ну блин, я не знаю Ты все равно Устаешь Так или иначе Поэтому хочется Что-нибудь Такое Люденькое Поиграть Ну да Тупо для тебя Ферма Короче На которой Ты отдыхаешь Ну да Ну и под конец Пока вы Рассматриваете Редактор персонажа Который тут есть Расскажу Что я в принципе Согласен С мнением Мявки И именно ее мнение Олицетворяет Эту игру Потому что Я-то игровое животное Которому надо Бить лица В пвп Гриндить Щемить кого-то По ресурсам Гандикапать А эта игра Она сделана Для того Чтобы просто Почилить И вы можете Как угодно Здесь Исхищряться Создавать себе Персонажи И там Я не знаю Формить какие-то Ресурсы И так далее Основная фишка В том Что она от вас Ничего не требует То есть Здесь абсолютно Без вложений Буквально Типа Доната К которому Все так привыкли Можно играть Абсолютно Комфортно Этот мир Как бы изучать И даже С учетом того Что здесь Костюмы Доната Тут огромный Выбор костюмов Без доната Который будет Скорее всего Пополняться И из того Что я выяснил В принципе За вот этот Условный год С начала ЗБТ Здесь очень многое Добавилось Ждем ее в релиз И Блин Это одна из Немногих игр Которая в бета-тесте Меня уже в принципе Устраивает как игра Единственный минус Для меня Это сейчас Отсутствие взаимодействия С предметами То есть У вас есть Хреновая туча Различной мебели Которую можно Поставить домой Но типа На кровати Нельзя лежать На кресле Нельзя сидеть И так далее Разработчики пишут Что это поправится В будущем Но возможно Игрока Который будет Заходить сюда Как новичок Это может Оттолкнуть Вот такие дела Это был обзор Напалию Пишите свои комментарии Будете ли вы Играть в нее Или нет А если будете играть То реферальная Ссылочка Находится В описании Зарегайтесь Будете Рефералами Мы получим Плюшки А вы получите Наставников В игре Я честно говоря Даже не знаю Есть ли смысл По этой игре Делать гайды Потому что Тут на все Настолько просто Что просто Так или иначе Со временем Ты будешь Как бы Ну В ладах Вот Всем спасибо За просмотр Для тех Кто досмотрел Обзор А для тех Кому нужен был Русификатор Сейчас буду Объяснять Как его ставить По русификатору Короче Все намного проще Чем кажется Ссылочка на пост В БК Про Палию Я официальную группу Оставлю Тут естественно Все просто Скачиваете архив Распаковываете его В папку с Палией И выбираете русский язык В меню игры Когда заходите в нее Все назад Здесь куча апдейтов Они постоянно за ним следят Постоянно его Обновляют Плюс строки Переводят И так далее Естественно Есть проверка файла Внутри архива На вирусы Чтобы у вас Не было сомнений В том Что этот архив Чистый Устанавливаем русик И играем с удовольствием А с вами был Сильвез До новых встреч До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова